Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу вам предложить информацию о нашем заводе в Орбонежском по производству химического оборудования, насосов, арматуры и так далее. В процессе презентации вы все увидите. В середине 90-х годов, после развала Советского Союза, в рамках диверсификации оборонной промышленности, в конструкторстве, вернее, бюро химоавтоматики, где работали основные специалисты нашего предприятия, которые ушли оттуда и стали заниматься потом химическим машиностроением. Было начато сваление производства химических насосов для новолептического металлургического комбината в целях импортозамещения этих насосов на наше отчество. Ну и данное направление оказалось достаточно перспективным. В 96-м году было образовано закрытое акционерное общество «Гидрогаз». Наша производственная часть акционерного общества «Гидрогаз» представлена главным заводом в городе Воронеж и филиалом в поселке Панино, это Воронежская область. Численность сотрудников нашего предприятия где-то в районе 750 человек вместе с филиалом. И разработка и изготовление импортозамещающего оборудования – это одна из целей нашего предприятия. Производство нашего предприятия включает полный технологический цикл подготовки производства, изготовления, испытаний продукции, сервисного обслуживания и ремонта. Наше предприятие имеет возможность изготавливать у нас собственное литейное производство. Мы изготавливаем отливки по управляемым моделям и также методам ХТС. Также наше предприятие само изготавливает модели для литых изделий, изготавливает само основу для их изготовления. Также у нас представлена термическая резка заготовки из листа. Мы имеем возможность сделать переработку термопластичных полимеров методом литья под давлением, переработка эластомеров, современное у нас нанесение гальмонических покрытий, лакокрасочных покрытий, также термообработка. Ну и также мы обладаем своими стендами для испытаний и испытательными лабораториями. Наше предприятие занимается постоянной модернизацией производства с целью улучшения качества выпускаемой продукции. Ну вот представлено как раз нанесение гальмонических покрытий, справа окраска, химические лаборатории, сборочное производство, термоклиматические испытания, складское хозяйство, гидравлические испытания. Слева представлены стенды гидравлических испытаний на химических насосах. Так как наше предприятие позиционирует себя в области работы с химическими агрессивными средами, нефтехимическими, густиной и газовой сферой, поэтому проточная часть у нас, контактирующаяся с рабочей средой, изготавливается из коррозионных стойких материалов и пласт-полимеров. Проточные части делаются из 0,9 к 2 из таких стадий, 35 ХМЛ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 07Х16Н6, плавок таких от 0,6ХН28МДТ, хостелоид. Полимеры мы используем в своем производстве Армлен, САЛЕВ, ПВДФ и ПФА, ТЕФЛОН. Также мы используем фторопласт-4, радиационно-модифицированный фторопласт и композиционные его основы. Также эластомеры на базе каучуков, СКЭП и ИСКАЕВ. Номенклатура нашего производства. Основную часть нашего производства занимают, естественно, нефтяные насосы. Это 42%. Промышленные насосы, герметичные насосы, запорная арматура занимает все на все 7%. Нефтехимические установки, водоподготовка, автоматические системы управления, ну и прочее оборудование. Промышленные химические насосы. Впервые в России наше предприятие освоило серийное производство электронасосных агрегатов и запорной арматуры с проточной частью футерованной полимерами. Наше предприятие первое освоило производство электронасосных агрегатов с подачей крутящего момента через магнитную муфту. У нас есть промышленные насосы. Вот, кстати, насосы ПАИКИ-610 сертифицированные. Герметичные насосы идут как раз с передачей момента через магнитную муфту. Полупогружные насосы разрабатывает наше предприятие для подземных тренажных емкостей. Вот химические насосы, пожалуйста. Шламовые, дисковые, шестеренчатые, самообсасывающие, герметичные полупогружные насосы. У нас специальные условия есть насосы. То есть это вот химические самообсасывающие насосы, я уже говорила. Насосы с высоким входным давлением до 63 атмосфер. Разработана конструкция. Агрегаты для высокотемпературных средств до 400 атмосфер. И для перекачивания вязких средств. Это дисковые насосы. На предприятии буквально недавно стали разрабатываться аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Это буквально несколько лет наше предприятие этим занимается. Это разработка емкостей, оборудованием до 10 квадратных кубических метров. Ой, не квадратных кубических метров, извините. Перемешивающие устройства. В том числе также используется прилог через магнитную муфту перемешивающих устройств. Также как и в насосах. Ну, кстати, магнитная муфта у нас используется и в арматуре. Есть такая конструкция одного клапана с магнитной муфтой. Также наше предприятие готовилось модули для опытной установки Нижнекамского химического комбината. Вот, справа они представлены. Таких модулей было изготовлено 7. На этой установке разрабатываются различные марки каучуков и технологии их изготовления. Ну, это современные технологии водоподготовки. То есть установки обратного... Наше предприятие разрабатывает установки обратного космоса, патронные фильтры, установка ультрафильтрации и электродизменизации. Ну, вот, собственно, ради чего мы сегодня собрались. Это арматуры нашего производства. Вот, с 96-го года, наравне с насосами химическими, на нашем предприятии началось изготовление химических обратных клапанов. Они были разработаны для защиты насосов при остановке или при отвращении к осуществлению между пусками. Ну, в принципе, обратные клапаны достаточно просты по конструкции. Единственное, что они у нас бывают в полимерном исполнении, чисто пластиковые, чисто полимерные и футерованные. И есть также стальные обратные клапаны из корзионостойких сталей. Исполнительный орган, грибок, да, вот для стали из корзионостойки, все равно выполняется из стеропласта F4. То есть рабочий орган. Вот стальные клапаны обратные рассчитаны до 25 атмосфер давления. И температура позиционируемого у них до 120 градусов. Полимерные клапаны, они в зависимости от того, из чего они сделаны, позиционируются на разное давление и разную температуру. Чисто полимерные клапаны от 6 до 10 атмосфер. Материал полипропилен, салев, ПФА мы здесь не освоили в этом сегменте. Клапаны обратные, футерованные. Есть в стальном корпусе футеровка салев и ПФА. И также F4. Но это не футерованная арматура из F4. То есть просто делается в калатуши с 1,24. Исполнительным органом у этих клапанов является шар, грибок и дисковый запирающий элемент. Различие в чем? То есть шар имеет наименьшее гидравлическое сопротивление. Грибок имеет повышенный ресурс по числу срабатываний. Дисковый затвор, он наименечествительный к загрязнению рабочей среды. И можно их устанавливать также на горизонтальном трубопроводе. Также у нас есть клапаны, которые вместе с насосами опускаются в агрессивную среду. Тоже выполнены из полипропилена и салифа. Еще хочется сказать, что дисковым запирающим элементом. Он сделан с металлическим вкладышем, а сверху химически стойкая резина. Также наше предприятие изготавливает клапаны мембраны в серии ВДХ. Клапаны мембраны, у них отличительная особенность, у наших клапанов. У них нормально открытая мембрана, которая изготавливается из химически стойкой резины. Также у нас еще и имеется защитная диафрагма из тропласта 4. Звездочка, которая прижимает мембрану к седлу. Тоже футированная специально для того, чтобы предотвратить ее повреждения от рабочей среды при прорыве мембраны. Также есть в клапанах мембранных отверстиях, через которые можно контролировать разрушение мембраны и утечки наружу. Шарнирная подвеска звездочки компенсирует погрешности сборки. Сами понимаете, то есть в производстве нельзя все сделать в ноль, есть какие-то отклонения. Вот эти компенсируют. То есть шарнирная подвеска звездочки компенсирует эти отклонения. То есть оно практически за счет своего неустойчивого положения в шпинделе прижимает мембрану полностью к седлу, видите, диафрагма. Ну и, соответственно, еще и увеличивает срок службы мембраны. Это срок. Мембранные клапаны изготавливаются тоже у нас чисто полимерные. Есть футерованные полимерные у нас ДТУ-50 на давлении до 10 атмосфер. Есть как фланцевое исполнение, так и муфтовое. Есть, ну, муфты очень редко изготавливаем. Они как-то не пользуются большой популярностью. В основном берут фланцевые. Выше ДТУ-50 у нас вентили в стальном корпусе. Они футерованы тоже пластполимерами, такими как Армлин, СОЛЕВ и ПЭФА. Температура эксплуатации таких вентилей от минус 40 до плюс 130 градусов. Но СОЛЕВ мы позиционируем до плюс 90 градусов, до плюс 130 градусов. У нас только идет ПЭФА. Также наши вентили можно комплектовать различными вентилами приводов многооборотными. Вот в данном случае представим вентиль ДТУ-50 с электроприводом. И различными пневмоприводами, кстати. Также у нас есть разработка, вот мы представлены в двуливом углу. Это разработка нашего предприятия. Пневмопривод, рабочее давление пневмопривода 4 атмосферы. На ДУ-50 пластиковый. Тоже используется на Новолипском металлургическом кабинете. Мы для них специально делали под заказ. Дисковые химические затворы. Наши затворы имеют футерованный диск. Или изготавливаются из корзионно-стойких стали. В зависимости от условий эксплуатации у заказчика. То есть при проработке опросных листов, которые приходят от заказчика, мы им рекомендуем... У нас есть специалисты по химической стойкости пластполимеров и металлов. И мы им рекомендуем определенные... Или они сами выбирают, кстати, по желанию заказчика, сами они могут... Но мы все равно рекомендуем те материалы, которые более химически стойкие у потребителя. Вот на данном слайде представленный затвор ЗПХ-400. Это ДУ-400. Давление 10 атмосфер. Это нержавеющий затвор в данном случае представлен. Также, видите, затворы у нас могут комплектоваться электроприводами и пневмоприводами. Различный фирм. Тоже по желанию заказчика. То есть они могут выздать свои пожелания. Мы связываемся с производителями данного оборудования и устанавливаем его на свои затворы. Это представленный привод АУМ. Также вот дисковые затворы с полимерной котировкой. Клад полимером у нас наносится котировка, это литье под давлением. Манжета в затворах изготавливается из 2-4. Она тонкостенная. Эластичность седла обеспечивается резиновой прокладкой, которая стоит в воду корпусом у манжета. Также второпластовая манжета, вот эта на корпусе, можно использовать вместо межфланцевых уплотнений. Они, дисковые затворы, как в ручном исполнении делаются, так и с электрическими и пневматическими приводами. Температура эксплуатации данного оборудования от минус 40 до плюс 160 градусов. Но 160 градусов это, естественно, ПФА. Солер позиционируется только до 90 градусов Цельсия.